Вот когда я живу нормально всё в жизни. Вот я живу просто нормально всё, более-менее нормально. Это судьба или не судьба? Это судьба, но она нас не интересует, такая судьба. Когда всё нормально, тебя что это интересует? Нет. Вот вас море интересует? Нет. Потому что оно есть. вон оно, рядом, а люди едут из Сибири, понимаете, летят на самолетах, чтобы к морю, чтобы оно посмотреть, потому что оно их сильно интересует, им нужно море, они без моря уже чувствуют, что не проживут, им нужна эта энергия воды, а вас не интересует, почему, потому что рядом, понимаете, вот так тоже судьба, тоже, когда у человека все нормально, его судьба не интересует, ему все равно, он живет и живет себе, на лекции чем ходить, не были мы на каком-то эте, нас здесь неплохо кормят, кот, помните, у него толстый, большой, ножки вот такие, у него все нормально, какой-то этит, а попугай вылетел из окна, блин, это как классно, вот эти вот мультипликаторы вообще, они настолько глубоко понимают тему, вообще я не знаю, откуда он в Советском Союзе понял, когда писал этот сюжет, что попугаи вылетают из окна, вот я когда в Израиле был, у меня была такая ситуация, что соседка сверху такая стучится, глаза квадратные, я говорю, что случилось, она говорит, геши, геши, я говорю, какой геши, она говорит, попугай вылетел, и я слышал, что-то орет где-то там, она ищет его, на балкон там прибежала, нет попугая, он где-то орет, а где непонятно, ну короче, бегала-бегала, что-то заглохло, тишина, ну мы же вновь пошли купаться на море, выходим на улицу, сидит красивая птица такая, вообще и зеленый, и красный, у него такие переливается вся, очень красивый попугай, и две кошки по боку, по одной сторонке дальше, подумать, с какой стороны уже начать есть, вот, ну я кошек отогнал попугая в салопановый пакет, его пытаюсь взять, он кусать меня пытается, ну я его раз в пакет салопановый, и к этой, наверх поднял, к этой, соседке, звоню, и дома нет, домой принес, ну там воздух у него хватало, но у него стресс, вот, мы его положили на кровать, и он лежит вообще безжизнен, с признаков жизни лежит такой, потом мне ветеринары сказали, что у птиц часто раз в сердце, они просто погибают, вот так вот, ну видно, он был в христе, но мы включили голос святого человека, думал, ну пусть хоть фабак какой-то получит, хотела оставлять, ну короче, отошли чуть-чуть, он как только начал голос, как палит, он услышал только, он раз такой, сначала раз, и лежит такой, слушает, потом глаза такой открывает, слушает, и потом сел и слушает, и потом начал, тоже начал повторять, и так мы его оставили, он там несколько часов сидел, и слушал голос святого человека, потому что безвыходная ситуация, он в стрессе. Нет, просто молитва, там, аллилуйя, там, это молитва, ну, о языке, молитвы, вот, и он где-то что-то гугнет, но свое, что-то там, вот, и пока хозяйка не пришла, вот мы его так подержали, там, в этой комнате сидел, и молитва его спасла, это судьба, понимаете, жестокая судьба пришла, и только молитва помогает, и Геша получил духовное благо, понимаете, соприкоснулся с святым человеком, благодаря тому, что он вылетел из корточки, но после этого он больше уже из корточки не хотел вылетать, потому что, знаете, как нам нужна такая судьба, ну, как мультик, вот это, лодный попугай, полетел, а назад не знает дорогу, вот так вот. Судьба, это сила, которая приходит неожиданно в жизнь, ну, то есть, судьба, она всегда действует, но нас интересует только тяжелая судьба, нас не интересует обычная судьба. Ну, живем, мы живем, чего ей интересоваться? Кто из вас интересовался на лекции, пошел, если все нормально было? Итак, тяжелая судьба бывает трех видов, и на каждый вид тяжелой судьбы свои действия надо совершать, они абсолютно разные. Если ты не понял, что у тебя за судьба, то твои проблемы. Первое называется тяжелая судьба, вторая жесткая судьба, а третья жестокая. Я просто термины взял сам для того, чтобы вам понятнее было. Тяжелая судьба, это когда в целом ничего не разваливается. Вот, допустим, если взять по отношениям, люди могут общаться вместе, жить рядом, но им тяжело просто, тяжело, не как раньше. Это тяжелая судьба. И когда вот тяжелая судьба приходит, правило действия такое, терпеть, прощать, любить, заботиться, вкладываться друг в друга. И побеждать судьбу с помощью здорового образа жизни и правильного отношения к людям. Все, и все наладится. Теперь следующий вариант, жесткая судьба. Жесткая судьба, это уже не тяжелое. Это уже правила другие, потому что ты пытаешься поговорить с человеком, и заканчивается всегда скандал. У тебя собственной силы нет с человеком наладить отношения. Это значит, нужен старший, который вас соединит. Это в лучшем случае. Если жесткая судьба, может человек соединить, которым два человека верят, могут соединить. Может лекции, оба слушают, соединить. А если этого нет, то надо, как побеждать жесткую судьбу? Нужно отодвигаться друг от друга, потому что если здесь эффект пружины, если друг другу лезем, то дальше что произойдет? Навсегда! Пружина! Мы лезем все равно. Нам пофигу, жесткая судьба, пофигу. Мы лезем выяснять отношения. Сейчас разберемся во всем. Каждый раз ругаемся. Результат? Разошлись, как море кораблей. Почему? Потому что сильно напрягли пружину. Я в Тольяте в детстве жил. И маленький был, когда не соображал ничего. И там резинки такие, и они прокладывают между плитами. Такие резинки длинные. Вот, и мы взяли, нам было 6 лет, у нас тут не было. Или 7, что-то такое. И начали растягивать. Я с одной стороны тяну, а он с другой. А я ходил на самбо. У меня была хватка сильнее. Ну и резинка поэтому прилетела мне в живот одни. И после этого я понял, что резинку растягиваем не надо. Вот точно так же не надо сжимать пружину. Понятно? Будет такой же результат точно. Вот поэтому, если вы ругаетесь, ждите. Любая судьба действует временно. Нужно чуть-чуть подальше друг от друга не выяснять отношения, когда жесткая судьба. Молиться, ну делать все правила, которые я объясню на лекциях, как побеждать судьбу. Ее можно побеждать оказываться. Некоторые думают, что если судьба, можно только свечки ставить, молектны заказывать, или бабкам-гадалкам ходить. Вот это все как бы известные современному обществу правила побежать победы над судьбой. Больше никаких правил нет. Знания как бы этим ограничиваются. Понимаете? Оказывается, есть реальные рычаги влияния на судьбу. И надо знать, как это делать. Итак, жесткая судьба. Правило такое. Не выясняем отношения. А тяжело. Хочется как бы доказать человеку, как человек может победить судьбу. Он может победить судьбу только в том случае, если он понимает, что это судьба действует. Вот, допустим, если таракан не понимает, что нога действует, то он ее не победит. Надо понимать, с кем он имеет дело. Кто отпинывает крошку. То есть таракан бегает за крошкой, а ее пинают. Он не понимает, что это осознанное объект. НЛО. А созданные объекты не дают тебе за крошку схватить. Точно так же судьба – это осознанный объект. А мы тараканы в отношении с ней. Мы не понимаем, что она реально действует. И когда мы начинаем думать, что это он виноват, то есть мы начинаем стрелки переводить на человека, хотя судьба, она знаете, как делает? Она тебе пальцем на него показывает, а ему на тебя. А она не суважена, какой-то судьба. Она в промежутке. Если ты не понял, кто действует, тогда ты проиграл. Потому что не надо пытаться что-то доказать человеку, когда действует жесткая судьба. Если ты будешь к нему лезть, не пей водицу, помрешь, козленочком станешь, то есть козлом. Или козлом отпущения, точнее. Поэтому не лезь. Почему не лезь? Потому что судьба. А что дальше? А дальше она заканчивается жесткой судьбой, уже можно будет общаться, ты увидишь, что легче стало говорить. Человек начал понимать, слышать. И жестокая судьба еще есть. Жестокая судьба, это не жесткая судьба. И не тяжелая. Другая схема поведения. Вот когда, допустим, действует тяжелая судьба, мы сохраняем отношения, сохраняем семью, лезем друг к другу, общаемся, терпим, прощаем, любим. Когда жесткая судьба действует, мы уже в разных комнатах находимся, желаем на расстоянии друг к другу счастья, совершаем служение, заботимся друг о друге, но не выясняем отношения. Все, нельзя. Запретное. А когда жестокая судьба приходит, то она ломает людей. И когда приходит жестокая судьба, то не надо уже дальше пытаться спасать отношения. Надо спасать себя. Потому что, когда человек во время жестокой судьбы пытается спасать отношения, он их все равно не спасет. Потому что жестокая судьба ломает личность. И если личность сломана, она ни с кем не сможет в отношениях. Это невозможно. Человек, когда унизился, потерял себя, он никому не нужен. Он становится кряпким. И жестокая судьба, она склоняет людей к нарушению заповедей. Она рвет мозги. Поэтому жестокая судьба что делает? Она делает так, что человек идет, изменяет. Он ворует, убивает, грабит. Дает ложные свидетельства, подстрекает, шантажирует. Ну, то есть, он совершает поступки, которые запрещены человеком. Почему вот заповеди Моисей там, Иисус Христос дал? Зачем заповеди эти нужны? Ведь много всяких есть вещей, которые не надо делать. Но в заповеди не все написано. Написаны какие-то основные моменты. Но это не основные моменты. Это моменты самые главные. И суть их заключается в том, что если человек вот это именно делает, он сам себе помочь уже не сможет. Вот, допустим, человек изменил жене, он не может взять и бросить это дело. Или человек своровал, он не может взять и бросить. Потому что, когда человек идет этим путем, то на него начинает действовать, какой бы период жизни у него нету, на него начинает действовать такая сила, которая уходит его из нормальной жизни. Ну, то есть, допустим, извинил, дальше на тебя начинает влиять такая сила, что тебе хочется больше изменять. Ты начинаешь шифроваться уже, менять отношение к жизни, уже обманывать жене там и так далее. Или своровал деньги, потом дальше больше хочется. И в какой-то момент уже со стороны человеку нужна помощь в виде наказания. этого заповедей говорится, вот это вот не делай, снег по шкафу пойдет, больно будет. Вот тут они ходили, сына ходили. Понимаете, то есть, судьба показывает, и люди удивляются, допустим, Олег Динакович, как так случилось, вот был нормальный человек, любил детей, любил семью, работал, сейчас связался вот с этой теткой, и как бы дети ему уже не нужны, семья не нужна, работа не нужна, ничего ему не надо, он поменялся. Она что, его загенетизировала, что ли, влазила, испортила? Вот так люди думают, что этот человек виноват, они думают. Их говорят, надо отворот делать. И идут банки, бабка, стоит определенное количество денег, и она пошептала, и все, отворот произошел. А потом все равно отворот, поворот, оказывается, все равно ушел. Не получилось, бабке, наверное, не хватило сил, надо другую бабку найти, которая может круче пошептать. Это полный бред. Не женщина испортила человека, а поступок испортил. Женщина тут ни при чем. Человек попал под влияние вожделений. Вожделение – это сила, которая запомевает разум. Человек ничего не соображает под влиянием. Шесть врагов человека есть. Вожделение, гнев, жадность, зависть, иллюзия, безумия. И эти враги, они разрушают судьбу человека через свои какие-то способы. Вот, допустим, вожделение, оно запомевает разум. У человека меняется картинка, он уже по-другому воспринимает мир. Гнев убирает, запевает память. Вот, допустим, ты забываешь, когда разнивался, забываешь хорошее, то, что помнишь, хорошее в человеке. И я спрашиваю в обычной лекции, у вас есть человек, у которого нет ничего хорошего, и тут поднимают, у меня есть такой человек. Значит, вы на него разнивались. У него раньше было что-то хорошее, а теперь нет, потому что вы не помните, у вас память отшибла. вы не можете вспомнить, что хорошего есть в этом человеке. Он говорит, ну он же вот это сделал. Да это фигня, по сравнению с этим. Но он же сделал, значит, есть хорошее. хорошее. Ну да, ну как бы, но все равно нет. Так действует память, гнев разрушает память. Может на целую нацию влиять. Вот мы говорим, вот в этой нации нет ничего хорошего. Война так делает. Допустим, убивают людей, человек считает, что вот в этой нации нет ничего хорошего. Вот немцы, допустим, они дискредитировали себя войной. И многие люди, они уверены были, что в этой нации вот нет ничего хорошего. А нация тут вообще ни при чем. Это идеология. В Германию приезжают, там прекрасные люди, добрые такие, деликатные, очень пунктуальные, очень склонны к чистоте, порядку, правилам. Как говорят, так они делают. Все правильно настраиваются жить. По закону. Такого послушные люди. Ну, природа такая. Везде разные люди. И все хорошие. Но жестокая судьба разделяет людей. Она делает так, что эти люди кажутся плохими. Вот так проблем ведь не в людях, а в философии, в морали, которые они исповедуют. Правительство, старшее, там, и так далее. Поэтому гнев убирает память о чем-то хорошем в человеке. Дальше жадность. как она убивает человека жадность? Она забирает у человека покой, свободное время, и потом дальше здоровье. делать его одиноким. Ну, допустим, если у вас нет свободного времени, постоянно работа, работа, нет покоя в жизни, значит, у вас жадность поразила. И силы теряются, силы таяют. И люди у тебя уходят, близкие, друзей меньше становятся, значит, жадность разрушает выжить. у тебя нет свободного времени, тебе некогда на пробежку сходить. Дальше иллюзия. Следующий враг человека. Иллюзия. Вот какие дела. Вот что иллюзия делает человек? она разрушает картину восприятия мира. Человек от другой совсем понимания вещей он в своем мире в каком-то живет. Это враг человека поражает. Иллюзия не обязательно только спиртной. Это также интернет-зависимость современной виды иллюзии. Казино. форекс-клуб и так далее. Для более богатых иллюзионистов. это если ты пошел в эту сторону дальше жизни не будет. У тебя картинка меняется и ты там живешь не здесь не в этой реальности. Зависть или злоба. Злоба это уже результат зависти. Зависть это что такое? Это когда ты чувствуешь что кто-то лучше тебя но тебе это не нравится. И ты пытаешься конкурировать с ним. Но не получается. И начинаешь злиться потом. Вот это зло уже это что такое? Это сила перспективы отрезает. Вот каждый человек должен быть крыльем. Нет крылья нет жизни. Надо чтобы куда-то лететь махать. идти вперед. Иначе жить для чего работать. И когда человек завидует кому-то или злится на кого-то ему крылья облизают. Некуда лететь. У него психика фокусируется в сторону злоба и он не может оторваться. Думаешь что вот этот человек мешает мне жить. Все из-за него. Все мои проблемы из-за этого человека. А на самом деле все твои проблемы из-за тебя самого. И безумие это последний шестой враг человека. Этот враг он не в этой жизни приходит к нам. Это самый неприятный враг потому что он дается человеку по наследству с прошлой жизни за его прошлые поступки. Это психические заболевания. То есть человек рождается уже со склонностью к психическим заболевания. Они не приходят к нему просто так не стучатся в гости. Шесть врагов человека возникают все от того что мы заходим за красную линию заповедей Бога. Не убивай не обманывай. Ну обман бывает разный. Бывает заскут уже бывает нет. Когда человек так сильно обманул что он уже не может нормально жить он живет во лжи уже вся жизнь во лжи значит тогда он зашел за эту ленинг не изменяй допустим подсоволовал чужую женщину может быть еще нормально а вот если переспал тоже может быть еще нормально все зависит от того что с тобой дальше произошло если ты привязался к той женщине то дальше будет жесть если твоя психика привязалась к ней ты начал приедет и ты человеком хочешь секса началось у тебя влияние этих низших сил то дальше все будет разрушено в твоей жизни бывает человек изменил и опомнился ну как-то его благочестие оторвало его от врага человека он зашел за красную линию и назад он раскаялся сразу судьба тогда не будет его трогать но если он не смог тогда все дальше идет схема определенная бросать бросать нельзя близкого человека за за красную линию допустим у меня я уже 35 лет лекции читаю у меня много друзей которые развились как вектора стали успешными а первое что мужчина развивается становится успешным самое первое что ему хочется сделать поменять жену потому что ну как бы старая или не такая красивая слушательница они же бывают разные черные белые красные бывают очень красивые такие верные разумные столько качеств хороших бывает у слушателей есть замуж и девять человек бросили жену взяли слушательницу лекций один и тот же результат все потеряли духовную жизнь все перестали читать лекции или скатились на очень низкий потреб чтение лекции знали перестанет их знающими людьми все и градация результат такого поступка потому что ты зашел за красную линию а это все влияет на разум разум это структура на которой ты сам не замечаешь вот человек когда у него разум меняется он не видит что у него меняется разум в этом секрет заключается настройка это настройка сознания вот это вот есть такая машина она моет полы дальше съездить такая она сама выбирает куда ехать и почему у нее есть определенные датчики если датчики убрать то она куда поедет нет нет или она поедет куда надо будет биться об стену там вот там у человека тоже разум если убрать то дальше датчиков нет и человек не знает куда не уехать он едет не туда не в туботву заезжает понимаете из-за неприятности в жизни потом ну вот женщина допустим бросила мужа что с ним происходит одна и та же схема у женщины есть два вида красоты есть красота внешняя которая вожделение вызывает половой желания есть внутренняя внутренняя красота создает семью вожделение семью не создает похоть вызывает у мужчин как говорят секс это еще не повод для знакомства сейчас так отванула вывода она и раньше такая же была вот ну то есть есть из сердца идет такая у женщины сила эта сила называется целомудрием или чистоты женской она привлекает ответственность мужчинам то есть он понимает что с этой женщиной нельзя по-другому нужно ее брать замуж или не трогать ее вот у нее значит эта сила идет из сердца такая своя внутренняя и эта сила когда женщина бросает мужа она заканчивается у нее раз и холод уже не тепло это как тепло такое идет холод из сердца и она привлекает мужчину может быть если она симпатична привлекает с ней знакомится но замуж чтобы не берет потому что нет действия такого нет почему потому что наказано она бросила и сразу здесь обрывается эта сила ее можно видеть я вижу психический план я вижу у кого обрублено у кого нет вы тоже знаете если брусили может то надо раскаивать пока теплое сердце меня спрашивать интересоваться нечего надо просмотреть свое прошлое люди так интересно странно настроены всегда если допустим человек сам бросает он говорит мы разошлись а если его бросили он говорит меня бросили мы сами себя иногда пытаемся как бы схитрить носу подожди все знаем вот мужчина наоборот жар в сердце появляется сильный жар вот он бросает жену у нее появляет сильный жар притягивает девушку красивую хорошую то что надо сразу дают сразу то что надо он влюбляется сильно или влюбляется бросает или бросает потом влюбляется и он жене говорит вот видишь лекция не работает я себе нашел такую классную не волнуйся все по плану идет и потом человек сильно влюбившись он перетягивает эту энергию любви на себя одеяло тянет ей плохо с ним separулся тяжело она чувствует что она устает рядом с этим человеком изматывается потом начинает чувствовать что холод она перетягивает это полностью сильно влюбляется а потом когда она к нему остывает она его жестоко бросает и он потом страдает так же как жена а если он жену с двумя детьми бросил то в три раза больше не будет страдать что троин а если с пятью детьми бросил то в шесть раз больше человек бросил. Только бросил, столько и будешь страдать. Все по закону в этом мире. Поэтому мы должны все это изучать. Надо понять, как правильно жить и действовать по правилам. Но мы часто их не знаем правильно. Поэтому надо их изучать.